Новый год под водой, стиральная машина из детского конструктора и предложение руки и сердца от Деда Мороза. Эти и другие публикации, которые вы лайкали и комментировали в программе область сети. Как и чем живет Преамурье в социальных сетях, расскажу я, Руслан Козловский. И вначале подведем некоторые итоги. 2022 год в Преамурье, как и, впрочем, во всей стране, прошел под знаком культурного наследия народов России. Наш регион принял в нем активное участие. Культурно жить не запретишь. Материал в телеграм-канале Амурского областного телевидения о том, как это время провели крупные учреждения и дома культуры, набрал более тысячи просмотров. Сотни ярких концертов и творческих мастер-классов, конкурсы гончарного искусства, фестиваль «Амурская осень». Культурная жизнь амурчан в этом году была насыщенной и разнообразной. Кстати, на итоговом концерте объявили тематику следующего года. Его посвятят педагогам и наставникам. Переходим к подборке новогодних публикаций. Одна из первых поздравлений жителей Белогорска. Они создали креативную открытку. Десятки машин выстроились в главную новогоднюю красавицу – елку и зажгли габаритные огни. На этом активисты не остановились. Из гирлянды создали кролика – символ 2023 года. Старания инициативных амурчан оценили более 4,5 тысяч человек. Под публикацией только восторженные отзывы. Молодцы! Красота! Супер! А в Циолковском некоторые счастливчики стали свидетелями рождения новой семьи. В Космограде во время одного из праздничных корпоративов Дед Мороз сделал предложение руки и сердца своей избранницы. Девушка этого не ожидала. Чудеса случаются. Надо в них только верить. Сказочным рыцарем, правда, не на белом коне, оказался Кирилл. Он скинул с себя шубу, достал бархатную коробочку с кольцом и сделал предложение Анастасии. Девушка от подарка не отказалась и смущенно ответила – да. Публикация в местном паблике набрала почти тысячу просмотров. Ухаризм! 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 Наши соседи из Хабаровска тоже отмечают Новый год. Застольные посиделки в ресторанах уже не актуальны, подумали герои нашего следующего видео. И нырнули на глубину больше двух метров. Вот так праздник не для слабаков. У поста более 11 тысяч просмотров. На такой необычный корпоратив решились 30 человек. Скучно не было. Ёлка и шампанское, хоровод, даже конкурс по перетягиванию каната провели. Иркутские дайверы тоже решили отмечать праздник не на суше. Они установили и нарядили праздничное дерево на 8-метровой глубине Байкала. Публикация набрала среди российских пользователей свыше 47 тысяч просмотров. Ребята не просто ныряли в водолазных костюмах. Они создали настоящий карнавал под водой. Профессионалы нарядились в Деда Мороза, Снеговика, Карлсона и других мультипликационных героев. Новогодняя атмосфера буквально во всем. Например, в столичном трамвае можно было увидеть кота в костюме главного волшебника. В умелых руках даже конструктор может стать хорошим инструментом. Так один из энтузиастов создал стиральную машину из пластиковых кубиков. Да непростую, со встроенной сушилкой и гладильной доской. Амурское областное телевидение желает вам яркого праздника, а, конечно же, здоровья и насыщенных праздничных дней. Напоминаем, если вы стали свидетелем чего-то необычного, не забудьте поделиться. Отправляйте фото и видео на наш рабочий номер WhatsApp 8 914 596 4040. И, возможно, увидите свои кадры в следующем выпуске. У меня на этом все. До встречи в эфире и в социальных сетях в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова